Добрый вечер! Мы продолжим сегодня изучать историю, которая случилась в Шхеме из главы, из недельного раздела Торы в Айшлах. История совсем непростая, поэтому мы останавливаемся на ней довольно долго. Сегодня мы поговорим об определенном аспекте, уж совсем непростом этой истории. Но для начала просто вспомнить текст, который мы уже зачитывали и обсуждали. Для того, чтобы обсудить сегодня эти новые аспекты, нужно его заново повторить. Итак, вышла Дина, дочь Леи, которую она родила, Якова, посмотреть на дочерей той страны. Эта экскурсия в город Шхем закончилась плохо. И увидел ее Шхем, сын Хамора, хивийца, князя той земли, и взял ее, и лег с ней, и изнасиловал ее. Так Шхем, который был сыном князя той земли, а звали его самому князя Хамор, он изнасиловал Дина. И прилепилась душа его к Дине дочери Якова, и он полюбил девицу. И говорил он к сердцу девицы, и сказал Шхем Хамору своему отцу, говоря, возьми мне эту девушку, жену. Вот так получилось. То после изнасилования он вдруг решил, что он хочет на ней еще и жениться. А Яков услышал, что он осквернил его дочь Дину, и его сыновья были со скотом в поле. И промолчал Яков до их прихода. И вышел Хамор, то есть никакой реакции со стороны Якова не было. И вышел Хамор, отец Шхема, к Якову поговорить с ним. Правился на сватовство. Сыновья же Якова пришли с поля, и когда услышали, то огорчились мужи, и возгорелся их гнев, потому что он сделал мерзость с Израилем, лежав с дочерью Якова, и так не делают. Хамор передает то, что его сын хочет взять Дину себе в жену, обещает самый большой выкуп, все, что от него только потребуют. Яков молчит, а вместо него начинают говорить сыновья, братья Дин. И отвечали сыновья Якова, Шхему и Хамору, отцу его, с лукавством. И говорили так, потому что он обесчестил Дину их сестру. То есть, почему они нашли, каким образом они нашли разрешение так вот лукавить тем, что он обесчестил их сестру. И сказали им, мы не можем это сделать, выдать нашу сестру за человека, у которого крайние плоть. Ибо это срам для нас. Только при одном условии они согласны будут на это святовство, если Шхем и не только Шхем в жене. Ну и все жители этого города, все жители города Шхема согласятся сделать обрезание. Казалось бы, можно было ожидать отказа, наиболее ожидаемая реакция на подобного рода предложения. Но вместо этого говорит Тора, что Шхем и его отец поспешили в свой город и начали уговаривать жителей принять это предложение. И пришли Хамор и Шхем, его сын, к воротам своего города и говорили тем людям, людям своего города и сказали, вот эти люди, они мирны с нами, пусть они селятся на земле и промышляют на ней. Земля живет пространно перед нами, то есть, они нас не ущемят ни в чем. Помните, земли полно, хватит всем места. Дочерей их будем брать себе в жены, наших дочерей будем выдавать за них. Только теперь после того, как расписана такая идеальная картина экономического процветания, которое постигнет жителей Шхема, но одно условие. Какое условие? Вот сделать обрезание. Стада их и имущество снова возвращаются к конфетке. Стада их и имущество, и весь скот будет нашим. То есть, мы только проднимся с ними, мы завладеем их имуществом. И только согласимся с ними, они поселятся у нас. И снова неожиданность, не только что сам Шхем, но еще Шхем можно было как-то объяснить. Настолько ему, настолько страсть ему глаза застилает, что он был готов пойти даже на обрезание. Ну и то, что ему удалось уговорить жителей своего города. И так Тора сообщает, и все, кто выходили из городских ворот, подчинились Хамуру и его сыну Шхема и обрезали всех мужчин. Все, кто вышел из городских ворот. И было на третий день, когда они болели, два сына Якова, Шимон и Леви, братья Дины, взяли каждый свой меч, безбоязненно вошли в город и перебили всех мужчин. Два сына, Шимон и Леви, братья Дины, все остальные тоже братья Дины, почему Тора подчеркивает здесь, что именно эти два сына братья Дины, объясняет Раши, здесь они проявили здесь свое братство на деле, взявшись за оружие, чтобы отомстить, и взяли каждый свой меч и перебили всех мужчин в Шхеме. А Хамура и Шхема, его сына убили мечом и взяли Дину из дома Шхема и вышли. Сыновья Якова прошли по трупам и разграбили город за то, что обесчестили их сестру. То есть разграбили город не для того, чтобы поживиться их имуществом, а для того, чтобы устроить действительно какой-то показательный, устрашительный прогром за то, что обесчестили их сестру. Они забрали мелкий и крупный скот и ослов, и все, что в городе, и все, что было на поле и так далее. Ну, а теперь реакция Якова, который, естественно, не знал о том, что происходит. «И сказал Яков, Шимону и Леви, вы смутили меня, сделав меня ненавистным для жителей этой страны, для кинонеев и пиризеев. А у меня мало людей, соберутся против меня, поразят меня, истреблен буду я и мой дом». На первый взгляд, реакция его, он не говорит о самом действии, о том, что произошло, правильно ли они в принципе себя вели или нет, но в любом случае он показывает им одно, не вели себя неосмотрительно, потому что подвергают сейчас все семейство Якова опасности. Они устроили резню в шхеме, но соберутся сейчас жители всех окрестных городов, и тогда плохо будет семейству Якова. В дальнейшем, в конце книги Берейшит, когда Яков перед смертью благословляет всех своих детей, там он относится к этой истории несколько иначе. Говорит он там так, перед смертью. «Шимон и Леви – братья». Здесь они называются «братья Дины», там тоже «братья». «Орудия хищничества свойственны им». Что такое орудие хищничества? Это не имеется в виду, что это отмычка, которую воры используют для хищения. Раша объясняет, что оружие, меч – это не свойственная нам вещь, это вещь, которую вы похитили у моего брата Исава. Это Исав размехивает мечом. Это для него совершенно свойственный образ поведения, а для нас он не свойственный. Интересное наблюдение. Рапшиншин Фойлиеш говорит, что один за другим идут в Туалик два отрывка, в которых мы видим, что «братья несколько изменяют свой традиционный образ поведения». А именно, сначала Исав, который идет навстречу Якова. И кто такой Исав, мы хорошо знаем. Ну, совершенно неожиданно для себя, а уж тем более для всех окружающих. Вместо того, чтобы выхватить меч, Исав бросается брату на шею и плачет. Вдруг в нем проявилось что-то человеческое, какой-то проблеск человеческого. В нем как бы проявился кусочек Якова. А сразу же вслед за этим сыновья Якова выхватывают меч, который обычно является орудием именно Исава. И они уже, хоть на короткое время, пользуясь мечом, делают, в общем-то, Исава дело. Так Отец ему здесь говорит. Эти орудия, то есть оружие, оно для вас как похищенное. Здесь он не упрекает их о том, что они сделали необдуманный шаг, который поставил, который принес опасность. Поставил в условия опасности всю семью. Нет, здесь он проклинает их гнев за то, что они совершили убийство. Но резонный вопрос. Вот здесь мы задаем три основных вопроса, которые будут нас занимать на сегодняшнем уроке. Как понять поведение Якова? Ведь когда братья говорили с лукавством, хитро, предлагая шхему и всем жителям города сделать обрезание, ведь Яков при всём присутствовал, а разве он не понимал, что это лукавство? Разве можно представить себе на секунду, что он мог всерьёз подумать, что такой шидух с этим шхемом сыном Хамора может состояться, если он сделает обрезание? Естественно, нет. Значит, он был соучастником всего этого плана. Коли он соучастник этого плана, почему же он потом критикуется новее? И с какой бы то ни было стороны, бы ни была критика. Будь то со стороны благоразумия, будь то со стороны принципиальной, можно ли было устраивать это кровопролитие. Ведь он сам, казалось бы, соучастник всего. Почему же критика? Это наш первый вопрос. Второй. Если Шимоном и Леви руководила здесь ярость благородная, и они хотели отомстить за поруганную честь своей сестры, что, в общем, по-человечески понятно, то почему они это делают из-под тяжка? Почему это делают с хитростью и с лукавством? Почему не сделать это в открытую? И, наконец, третий вопрос наиболее важный. Почему и на каком основании позволили себе Шимон и Леви пролить кровь, в общем-то, ни в чем не повинных людей? Он отнес на опросы, почему они убили Шхена. Человек, который изнасиловал девушку, безусловно, для такого мерзавца, других предложений у нас нет. Ну, а в чем виноваты все остальные жители города? Никто из них Дину не трогал. Никто из них не был насильником. Как же понять? Быть может, мы понимаем этот вопрос в контексте того, что прочитали в конце книги Береши, то, что Яков в конечном итоге проклинает гнев своих сыновей. Ну, хорошо, он не согласился с этим кровопролитием. Но каким образом сыновья Якова нашли какое-нибудь оправдание о своем действии? На основе чего они так поступили? Вот три вопроса. Как понять поведение Якова, который, казалось бы, был соучастником всего плана, а потом критикует своих сыновей? Почему сыновья пошли на хитрость? И какое они вообще нашли разрешение проливать кровь невинных людей? Последний вопрос. К нему мы подойдем чуть позже. А начнем с первых двух. Харамбан пишет следующее. Яков действительно был свидетелем, и он, может быть, не соучастником, но он слышал все, что сыновья его предлагали, и он при этом помолчал. По одной простой причине. Потому что первоначальный план, и это был план всех братьев, не только Шимона и Леви, а первоначальный план стоял вот в чем. Поставить требование невыполнимое заранее. И это действительно уж, пожалуй, самое-самое невыполнимое требование, которое могло только прийти в тот момент, когда пришел Шхем и предлагает им вот это вот сватовство, предлагает себя в качестве жениха, это было бы ему сказать, нужно сделать ГИЮ, и вполне можно было ждать, что он скажет, знаете, что ГИЮ, большое спасибо, девочка хорошая, но в следующий раз. Вполне можно было на это рассчитывать, даже если такого не произойдет. И он скажет, да, я готов. Скорее всего, жители города не согласятся. Но даже если они согласятся, после того, как они сделают обрезание, они будут в состоянии, с точки зрения медицинской, не самым лучшим, и тогда можно будет без сопротивления войти в город и силой освободить сестру, при этом не проливая крови. До сих пор вот этот план Яков, безусловно, понял, о чем идет речь. Он понял, куда ведут мысли его сыновей, и ничего против этого не имел. Он, хотя не участвовал, стоял и молчал, не участвовал во всем этом разговоре, но, безусловно, понял и не противодействовал. А вот то, что уже сделали Шимон и Леви, в этом не было никакого его соучастия. Это, в принципе, все, что говорится с самого начала, что братья говорили со Шхемом, с лукавством, с хитростью, имеется в виду, что они собирались устроить погром. Нет, они собрались только, наоборот, без сопротивления, пользуясь слабостью жителей Шхема, забрать ее оттуда. А вот то, что уже устроили резину, которую устроили Шимон и Леви, вот это вот никто тогда не планировал. Это был план лично Шимона и Леви, то, что они сделали. И поэтому критика Якова, как с точки зрения благоразумия, так и с точки зрения его несогласия с кровопролитием, она направлена именно против Шимона и Леви, не против остальных братьев. Понятно нам теперь и ответ на второй вопрос. Почему они пошли на лукавство? Почему на хитрость? Потому что мы не имеем дела с рыцарями, которые выступают на турниры с открытым забралом, это совсем-совсем другое. Здесь была только одна мысль, как, каким образом суметь освободить Дину с наименьшим риском и с наименьшим кровопролитием. И в этом-то и была, собственно говоря, идея. Сделать жителей Шхема, не способными к сопротивлению, и тогда забрать сестру, не приводя кровопролитию. Ну, а теперь вопрос третий. Вопрос третий. Хорошо. Шхем, как мы сказали, понятно. За то, что он изнасиловал Дину, смерть ему полагается, об этом разговоров нет, ну, а кто же все остальные? Вопрос этот, он актуален и сегодня. Вот, пройдем некоторую актуализацию этого вопроса. На этой неделе произошло это событие. Судья в каком-то городе в Испании, не помню в каком, испанский судья принял решение на основе жалобы, которую подали палестинские организации защиты прав человека, есть такие. Так вот, судья принял решение о том, что необходимо провести расследование высокопоставленных чиновников и командиров израильской армии за покушение на террориста Салаха Шехады, которое произошло пять тому назад, точно не помню. О чем идет речь? Ну, террорист этот был убийца и мерзавец разговоров нет. Но в тот момент, когда командование израильской армии решило избавиться от этого человека после нескольких неудачных попыток, то они решили, чтобы было наверняка сбросить на дом, в котором он находился, сбросить большую тяжелую бомбу. Весом чуть ли не в тон. Бомбу сбросили, но и когда сбрасывают такую бомбу в тон, то дом, конечно, весь обрушился. И убийца оттуда живым не вышел. На этот раз с ним было покончено. Но проблема в том, что в доме жили еще другие люди. И ряд людей, которые не были никак связаны с его террористической деятельностью, погибли. Так вот, вопрос, вопрос, к которому мы сейчас как раз возвращаемся. Убить шхема доброе дело. Безусловно. Справедливость получил по заслугу нет сомнений. Ну, а что касается соседей, жителей города, которые, в общем-то, ни в чем не побили. Здесь произошло то, что называется на языке современной распорядки коллективное наказание. А правда надо или нет? Прежде всего обратимся к мнению Рамбама. Рамбам в своей книге Яда Хазака, в законах о царе. У него есть там глава, посвященная семи заповедям сыновей Нуаха. Шема Митсвот Гны Нуах известная довольно вещь. Тора обязывает соблюдать заповеди всех людей настолько, насколько они люди. Только. Евреев Тора обязывает соблюдать 613 заповедей, а не евреев Тора обязывает соблюдать 7 заповедей. Запрет идолопоклонства, предубийства, запрет воровства, запрет прелюбодеяния, есть даже один запрет касающийся кашрута, то есть это запрещение употреблять в пищу мясо животного, которое еще не умерло. Запрет проклинания Бога и заповедь справедливого суда. Вот это заповеди, которые даны, они называются шелмитсводные Нуах, и хотя о них мы узнаем в Торе, но они обязывают всех людей и обязывали их еще до того, как была дана Тора. Наши мудрецы в Талмуде утверждают, что эти заповеди были даны еще самому первому человеку, Адаму. В тексте о сотворении человека можно найти намеки на эти заповеди, и заповеди эти являлись основной культурной моральной традицией всего человечества. О том, насколько их соблюдали, это уже другой вопрос, но по крайней мере, что они есть и существуют, было известно. Есть, кстати, исследования исторические, которые пытаются найти, скажем, в кодексе, в очень известном кодексе законов царя Хамурапи, революционного царя Хамурапи, пытаются найти следы этих семи заповедей, то есть показать, что структура этого кодекса, она соответствует строению семи заповедей, но это не наш вопрос, так или иначе. Рамбом потом утверждает следующую вещь. Последняя заповедь, можно увидеть, что все заповеди, почти все заповеди эти, Бней Ноах, кстати, почему они называются Бней Ноах, сыновей Ноаха, если они, нам они известны историей, а даны были еще первому человеку Адаму, то при чем здесь Ноах? Верно, они были даны Адаму, его потомкам, но поскольку от всех потомков Адама после потопа остались только лишь сыновья Ноаха, то так и эти заповеди, они сегодня обозначаются как заповеди сынов Ноаха, имеется в виду все человечество в сене Иблии. Так вот, шесть, шесть из этих заповедей запрет. Нельзя, 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 нельзя служить идолам, нельзя убивать, нельзя порвать. Одна заповедь повелительная, называется она Денин, закон, то есть справедливая система, система правосудия. Пишет Рамбол, система правосудия означает не только то, что необходимо, чтобы в государстве были законы, законы, они остаются пустым местом, если нет судебной системы, то есть судей, которые будут выдавать решения на основе этих законов, ну и понятно, что нужно еще в дальнейшем систему принуждения, которая будет эти решения судей претворять в жизнь. Стало быть, говорят наши мудрецы, Рамбол приводит из Талмуда к Туалаху, что в заповедь де ним справедливого суда входит обязанность назначать суд, назначать судей, которые судили бы людей за нарушение шести заповедей, за нарушение шести запретов, то есть, чтобы были меры и принуждения, и пресечения необходимые для соблюдения этого минимального набора заповедей, которые, в общем-то, определяют, что означает быть человеком. продолжая дальше Рамбол. Значит, если в каком-то месте творятся беспорядки, люди нарушают эти свои шесть запретов, они убивают, грабят, или насильничают, то остальное население вокруг обязано пресечь это, то есть, обязано назначить судей, которые преступников осудят и позаботятся о том, чтобы они только были осуждены, но и наказаны. Продолжая дальше Рамбол. Еще одну фразу. Теперь, говорит Рамбол, нам понятно, за что заслужили смерти жители Шхема. Ведь каждое из нарушений семи заповедей Ноаха, эти заповеди, они очень строгие. Чем они строгие? Они строгие своими санкциями. По закону Торы, нарушение любой из этих заповедей влечет лишь только одно наказание – смерть. Нет ни сроков отсидки в тюрьме, ни штрафов, наказание – оно одно – смерть. Если так, Рамбол, то это означает, что жители Шхемы, которые не нашли в себе мужества осудить своего принца, то есть, усадить судей, назначить судей, которые проведут такой вот трибунал и осудят своего собственного принца за изнасилование, если они не выполнили этой заповеди, то поскольку наказание за невыполнение заповедей, любой из семи заповедей сынов Нооха – это смерть, стало быть, они заслужили смерти. Если так, если так, то получается, что Шимон и Леви не проливали невинную кровь, вовсе нет, они пролили кровь людей, которые в принципе Торой приговорены к смерти, за что? За то, что они не осудили своего принца. Вот так вот, ни больше, ни меньше. Понятно, на первый взгляд кажется, немножко как-то так подчинённые, подданные государства, они несут ответственность за то, что они не наказывают своего царя или своего принца за его беспредел, за его преступление. Где же это видно, где же это слыхано в истории, чтобы подданные осуждали царя за аморальное поведение? Да, это, конечно, почти было не слыхано, там и сам всё-таки в истории подобные вещи бывали, бывали бунты, революции и так далее, в принципе, вещи возможные, но так или иначе моральную ответственность люди, пусть они подчинённые, пусть они подданные, но моральную ответственность люди несут за то, что они не наказали своего властелина, своего господина за его преступление, должны были его наказать. Получается, если мы переводим Логику Рамбума на тот самый актуальный вопрос, который привели в качестве иллюстрации, значит, выходит так, что ведь не только же речь идёт здесь об изнасиловании, но и убийство, оно тоже запрещено, всем сынам Ноаха, в том числе и нашим двоюродным братьям Арабам, они не меньше сыны Ноаха, чем все остальные, и убивать им нельзя тоже. Стало быть, получается так, если в доме живёт какой-нибудь террорист, профессиональный убийца, то его соседи, они знают, что он не продавец газированной воды, знают, чем он занимается, если так, то они по Рамбуму тем, что они его не осудили, тем, что они не назначили судей, чтобы его осудить, они тем самым несут ответственность за свои действия, и тем самым они совершают смертный грех, и тем самым они вообще сами приближены к смертной газе. Стало быть, в данном случае то, что они попали под эту бомбу, сюда не попали невинные люди, по Рамбуму весь ужас от гибели невинных людей здесь ни при чём, его нужно применить к другим ситуациям, здесь речь не идёт о невинных людях, они люди виновные, виновные в том, что своего соседа, своего господина, своего повелителя, своего командира не осудили за преступление. Так пишет Рамбум. Теперь мы посмотрим мнение другого крупнейшего авторитета Рамбана. На первый взгляд он почти ни в чём не согласился с Рамбумом и сейчас мы ознакомимся прежде всего с его возражениями, с его вопросами, с Кушиот, которые он задаёт. Первое. Если Рамбум действительно прав, и Шимон, и Леви выполнили Митсву, то есть они в Сушлане здесь делали, они убили людей, которые, в общем-то, приговорены Торой к смерти, то есть приведение смертного приговора в исполнении это Митсва, почётное дело. Тогда почему же их отец Яков критикует их за это? Если здесь такая Митсва была, если здесь было такое богоугодное дело, убить жителей Шхема за то, что они не осудили своего принца, тогда Яков должен был бы по идее как отец семейства, как их наставник, учитель, он должен был бы возглавить здесь весь этот налёт на город Шхема. А он не только что не возглавил, он не присоединился, не только что не присоединился, он их ещё критиковал, критиковал дважды, и за отсутствие благоразумия сразу после того события, и потом перед смертью за само кровопролитие. Если это заповедь, ну ещё по поводу благоразумия, можно сказать, иногда бывает действительно ситуация, в которой заповедь может быть заповедь, но не благоразумно сейчас её исполнять, но в конце жизни за что он их критикует, за то, что они пролили кровь, против объяснения Рамбом. Ещё одно возражение. Возражение уже аллахическое, не по тексту, аллахическое. Итак, Рамбом утверждает, что содержание заповеди Денин, правосудия, в том, чтобы назначать судей. Говорит, Рамбан как-то так. Я всегда читал по-другому, так как я понимаю, заповедь правосудия означает, что народы мира должны иметь, я, может быть, читаю его, просто цитату из него не говоря, это своими словами, по моему мнению, обязанность установить справедливые законы, упомянутые среди семи заповедей сынов Ноаха, а же не только в том, чтобы назначать судей в каждом округе, ведь им, то есть сынам Ноаха даны законы, кражи и обмана, то есть каким образом, как устраивать отношения между людьми в случаях кражи, обмана, грабежа, законы платы наёмному рабочему, законы, то есть все законы, которые регулируют отношения между работодателем и рабочим, законы об изнасидовании и о соблазнении, законы о материальных и телесных ущербах, законы кредитора и должника, законы о покупке и продаже и подобное, наподобие тех законов, которые заповеданы Израилю, все эти законы, они есть в Торе, для евреев, они же должны быть оформлены и в любой юридической системе любого человеческого общества. Есть известный спор более поздних комментаторов, что имеется в виду, имеется ли в виду, что любое человеческое общество должно скопировать наши законы гражданского права по всем тем статьям, которые мы здесь перечислили, или нет, или же они должны создать судебную систему, пользуясь своим здравым смыслом, наподобие тех с древних систем, которые мы знаем, римское право, это более позднее право. Это уже спор, который к нам не относится, но в любом случае, прежде всего, содержанием заповеди законов является не назначение судей, то, которое по утверждению Рамбома не выполнили, нарушили жители шхемы, а содержание этой заповеди прежде всего, в первую очередь, и прежде всего, это именно сами законы, создать систему законов и соблюдать их, тех законов, которые регулируют материальные и имущественные отношения между людьми. Понятно, что в эту заповедь в качестве ветви от этой заповеди есть еще необходимость назначить судей, которые будут выносить решения по этим самым вопросам. Да, но это не главное содержание. И, наконец, что самое важное будет Рамбома, можно себе представить, что действительно наказание, санкция за нарушение заповедей семьи, семьи заповедей и сыновей, ноаха, это смерть, смертная казнь. Но это, скорее всего, касается только нарушения запретов, когда человек действует активно, делает активные действия, нарушая запрет. Но ведь здесь Рамбома обвиняет жителей Шхема в том, что они не выполнили повелительную заповедь. Назначить судей, назначить трибунал, который осудил бы принца Шхема, где это видно, где это слыхано, чтобы за невыполнение повелительной заповеди было бы наказание, а уж тем более смертная казнь. Может, как не слышали мы по такие вещи. Может быть, наказание за нарушение, но, казалось бы, нет наказания подобного рода за невыполнение. Это дополнительные претензии, претензии Рамбана. И, наконец, ещё одна, последняя. Да и вообще будет Рамбан. Для того, чтобы пришить дело жителям Шхемы нужно искать то, что они, обвинять их ни в чём не буду, а что они не созвали трибунал для того, чтобы осудить своего принца. Да можно было им пришить дело куда проще. Они ведь жители Шхемы, все идолопоклонники. Других-то народов тогда не было. Не идолопоклонниками были только евреи. Сегодня есть народы, которых будут осудить, мусульмане, они идолопоклонники. Но ведь тогда-то они были идолопоклонниками. А запрет идолопоклонства первый среди семи заповедей сынов ноха. Значит, а если доказание за идолопоклонство безусловно смертное как, так они все смертники. Зачем нужно было обвинять их, искать какие-то статьи, обвинения в том, что они, видите ли, не создали трибуналы для того, чтобы осудить своего принца. Да они все смертники, потому что они все идолопоклонники. Но с другой стороны, если так, вопрос обратный. Это что значит? Как только человек видит идолопоклонника, он тут же должен достать какой-нибудь нож и тут же его прорезать? Конечно нет. Конечно нет. Почему? Это верно, что они смертники, но это не наше дело. Это не забота сынов Якова заниматься наведением справедливости среди сынов Бней-Нуах. Тора провозглашает, что человек, который так делал, человек идолопоклонник, он действительно человек, который совершает смертный грех. Смертный грех. Жизнь его действительно ничего не сделает. Но не наше это дело заниматься его наказанием. Он не находится в нашей юрисдикции. Внутри своего народа они должны действительно полагодиться. Чтобы не было выпоклонства, чтобы не было убийства, чтобы не было воровства, чтобы не было сексуальных нарушений и так далее. Конечно. Но не дело сынов Якова заниматься их воспитанием и их наказанием. Исходя из всего этого вот три-четыре вопроса тяжелых, которые задает Рамбан, атакуя версию Рамбана. Чтобы лучше понять, в чем, собственно говоря, состоит спор между Рамбаном и Рамбаном, обратимся к более поздним авторитетам, которые разбирают этот вопрос. Пожалуй, наиболее лаконичные и точные объяснения находятся в респонсе Хатам Суфера, раввина Братиславы в XIX веке. У него есть очень интересный респонс, в который он обсуждает правомощность дачи взятки должностному лицу нееврею или, например, судье, как быть, имеет ли право еврей по Торе давать взятку нееврейскому суде для того, чтобы тот смягчил свое отношение к ним. И вот там, занимаясь этим вопросом, он поднимает вообще вопрос о семи заповедей в Нейноах и приводит вот этот спор Рамбама с Рамбаном. Понять, как его понять. На первый взгляд, возражения Рамбана очень и очень сильные. Казалось бы, просто невероятности. Что может Рамбам на них ответить? И в чем, собственно говоря, зерно спора между ними? Зерно спора, Хатам Суфер объясняет следующим образом. Оно в том, как в их интерпретации вот этой последней седьмой заповеди сынов Ноаха, которая называется Денин, справедливые законы. По мнению Рамбана, по мнению Рамбана, начнем с Рамбана, это первое мнение. Все то, что перечислил Рамбан, то есть вопросы о взаимоотношениях блужника и кредитора, вопросы о материальных и телесных ущербах, вопросы о краже, об ограблении, об отношениях между рабочим и работодателем, все это масса-масса вопросов, они все не входят в заповедь справедливого суда, они входят в другую заповедь, ведь есть же запрет воровства. Воровство это не значит ходить по квартире, воровство это не значит быть карманником или грабить банки только, нет, любое присвоение себе чужого имущества оно входит сюда, то есть, предположим, человек, который нанес материальный ущерб другому человеку, например, побил его машину и не платит за это, он ворует, человек, который одолжил деньги и не возвращает их, он ворует, человек, который продал негодный товар и отказывается возвращать за него деньги, он тоже ворует, все это воровство, стало быть, все вот эти вопросы гражданского права, они целиком и полностью, по мнению Рамбома, входят в заповедь «Гезель», запрет воровства, а на что ж тогда еще существует заповедь справедливого законодательства, она имеет в виду не столько законодательство, сколько справедливую судебную систему, то есть назначение судей, которые бы судили людей и наказывали грешников и преступников и наводили бы в обществе порядок, стало быть, и поскольку все семь заповедей, как мы сказали, санкция за них может быть только одна, это смерть, стало быть, жители города Шкема, по мнению Рамбома, не выполнив эту заповедь, заслужили смерти. Рамбан считает не так, он тоже согласен, что нарушение любой из семи заповедей сынов Ноаха влечет за собой смерть, например, это да, конечно, но все вот эти вопросы, которые он причислил, то есть все статьи гражданского права, они входят не в заповедь воровства, то есть воровство понимается так, как мы понимаем слово воровство, а именно когда человек, не знаю, вор-карманник зарезает в карман человека и вытаскивает туда бумажник, вот и называется воровство, или люди, которые взламывают квартиру, вот это воровство, а в тот момент, когда работодатель не выплатил своему рабочему зарплату, удерживает ее и не платит ее вовремя, это не воровство, эти вещи входят в заповедь Денин, то есть заповедь справедливых законов, это ее основное содержание, и, конечно же, человек, который, получается, по этому законодательству, безусловно, человек, который, не знаю, должник, который не выплачивает свою суду, или работодатель, который не платит деньги своему, зарплату своему рабочему, они нарушают этот запрет судов, справедливого суда, и, безусловно, полагается им за это суровое наказание, но не за вопрос о назначении суда, назначение судей, оно, поскольку, в принципе, человек ничего здесь не делает, они должны были бы назначить трибунал, но они ничего не сделали, то есть, за бездействие, читает Рамбан, не может быть наказания, не может быть санкции, санкции есть только за действие, даже если мы этим действуем, человек не только нарушает запрет, но даже этим действием он нарушает повелительную заповедь, да, ему полагается наказание, но за бездействие, за отсутствие действия нет наказания. вопрос, который у нас остается, а как же объяснить Рамбам, это самый первый вопрос Рамбана, почему Яаков своих сыновей раскритиковал, если они выполнили богоугодное дело? Поэтому Хатам Суфер предлагает еще дополнительное объяснение, и оно вот как. Не исключено, что и Рамбан в принципе согласится, и все могут здесь согласятся, что действительно даже даже невыполнение повелительной заповеди, оно наказуемо, но что значит наказуемо? То есть человек, который не выполнил вот эту заповедь справедливого суда, он тоже грешник, он тоже совершил смертный грех. Хотя ничего он активного не сделал, он только вместо того, чтобы он сделал, вместо того, чтобы назначили суд, они ничего этого не сделали. Это тоже смертный грех, но этот смертный грех не находится в юрисдикции людей. То есть человек, люди, которые не выполнили эту заповедь, они не приговариваются судом. А что значит тогда, что это смертный грех? Это их счеты со Всевышним. Бог их накажет. Это не судебные дела. Но в результате говорит Рамбам, что теперь мы нашли оправдание сынам Якова. Верно, что жители Шхема, может быть, они не должны были получить смертный приговор человеческого суда, но они в любом случае смертники. Они в любом случае люди, чья жизнь не защищается больше. И если таких смертников, то есть людей, которые, по сути, свое дело смертники, если их убили сыновья Якова, Шимона и Леви, то мы не можем предъявить им обвинение в убийстве. Почему же тогда Яков их раскритиковал, если так? Если кровь, которую они пролили, не была кровью запрещена, если это не кровь невинных людей, если это кровь виноватых людей, что он тогда критиковал? Он что-то скритиковал именно с этой стороны, потому что это счеты, человеческая рука здесь не должна смешиваться. Это счеты их со Всевышним. Они слышали смертный грех, Всевышний с ним разберется. Вы зачем в это ввезете? Зачем вам это не говорите? Вот это позиция Рамбова. Но, как я и сказал, позиция эта была целиком и полностью отвергнута Рамбаном вследствие тех возражений, которые он дал. Ну, а как сам Рамбан тогда объясняет поведение братьев Шимона и Леви? Объяснять это просто. Они хотели отомстить. Они хотели отомстить и устроили такую вот показательную резину для того, чтобы нагнать страх на всех людей в округе, чтобы больше сыновьями Якова, с семейством Якова, ни у кого не было желания иметь дело. Ставит Рамбан точку. Ну, а где оправдание? Нет оправдания. В словах Рамбана, по крайней мере, я не нахожу никакого оправдания тому, что они сделали. Рамбан объясняет только их мотивы. Мотивы, которые можно понять. Но вместе с тем мы видим, что Яков с ними не согласился. В конечном итоге он обвиняет их в пролитии крови, в напрасном пролитии крови безвинных людей. Хотя вполне можно понять, почему, что их на это толкнуло. Но по Рамбану, еще раз по Рамбану, не было здесь акта правосудия, в отличие от Рамбана. Здесь был акт простого возмездия. И если можно было согласиться с этим возмездием по отношению к самому виновнику, к Шхему, но не к окружающим его лицам. Оправдания действий Шимона и Леви у Рамбана я не вижу. Но вот другие комментаторы стараются найти. Прежде всего, у Рахаи Макадош. И объяснение его достаточно простое. Он говорит, что Шимон и Леви не только остальные братья, но и Шимон и Леви. Все, что они собрались сделать, это наказать самого виновника всей этой истории. И собрались они бить только Шхему. Но дело в том, что жители Шхему были патриотами и были верноподаны. Они встали на защиту своего господина. И поэтому здесь уже нечего делать. Пришлось для того, чтобы добраться до Шхема. Пришлось сначала перебить всех, только потом уже в конце, так получается и по тексту, что они убили всех жителей, только потом уже убили они и Шхема. То есть, в общем-то, это не было заполнено, но выхода другого не было. Невозможно было добраться. В этом видит Урахайм оправдание. Невозможно было добраться до виновника. Теперь я хотел бы посмотреть чуть более поздних комментаторов. Прежде всего, Равир. В общем, его объяснение ближе к тому, что пишет Рамбан. То есть, он не ищет или не находит оправдания тому, что сделали Шимон и Леви. Ну, зачитаю его словами. Если бы Шимон и Леви убили только Шхема и Хамора, их едва ли можно было упрекнуть за это. Но они не пощадили беззащитных и безоружных людей, оказавшихся в их власти. Они разграбили город, заставили всех жителей заплатить за преступление, совершенное их господин. То, что называется коллективное наказание. Этому не может быть оправдания. Не может быть оправдания. Поэтому некого упрекает их. Говорят, что своими действиями они причинили ему несчастье. До сих пор их репутация, их доброе имя, их честь были чистыми, как хрусталь. Но сейчас вы все это разрушили. Мы сделали ненавистным, то есть, мы отныне ненавистны даже для канонеев и предъявляют людей, которые вообще-то сами не брезгуют иногда схватиться за ножи. Но вместе, но даже такие люди теперь нас возглавили. Кроме того, это безрассудство, кроме того, это неблагоразумие, потому что это просто опасно. Теперь, Гутер, а что отвечают братья на упреки отца? А они же сказали, неужели будут обращаться с нашей сестрой, как с блудницей? Что Яков на это не говорит? Ничего. Их единственное оправдание, неужели он может обращаться с нашей сестрой, как с блудницей, поражает те чувства, которые двигали Шимоном и Леви. Что они видят? Об этом немного говорили уже и на предыдущем уроке. Они поняли, что правитель никогда не допустил бы подобных действий, если бы речь шла о чужестранке. То есть с дочерью гражданина своего города и своего подданного. То есть даже у царей, даже у принцев есть у них какие-то ограничения. Он не позволил бы подобного поведения по отношению к дочери жителям города. А почему он позволил это подношение к дине? Потому что она от приншельцев, она еврейка, она беззащитная. Поэтому он себе так и позволил. Это заставило Шимона и Леви осознать, что наступают времена, когда даже семья Якова будет вынуждена взять меч, чтобы защищать чистоту и честь. Пока люди на земле будут уважать только право силы, Яков будет вынужден держать меч в руках. Что делать? Желательно было бы, конечно, без этого. Желательно было бы жить в таком мире, в котором людям можно объяснить, что так не делают. Но люди до сих пор не слушают. Люди до сих пор все, что они знают, правы силы. Тот, кто сильный, тот и вправ. Поэтому приходится, нет другого выхода, поняли Шимон Леви, если мы не хотим, чтобы, если мы не хотим навлечь на себя дополнительные выходки подобного рода, мы должны их проучить, жители Шимон. Мы должны устроить показательный вот такой акт возмездия, чтобы никогда больше никто не захотел с нами связываться. Если мы этого не сделаем, то отсутствие сопротивления приглашает себе дополнительное назилие. Такие люди, они как акулы, которые чувствуют слабость, как акулы, которые учуют только запах крови, они тут же появляются, так эти люди, чуть-чуть учуяв только слабость, они начинают проявлять все больше и больше агрессивность. Необходимо, поняли Шимон и Виви, остановить это. Они хотели заставить других бояться их, чтобы впредь никто никогда не смел так с ними поступать. Не будут дочери Якова зависеть от милости других народов. То есть, вытравишь, понимаем мы их мотивы. Понимаем. Не только, что понимаем. Более того, мотивы их поведения правильные. Надо было врезать, грубо говоря. Надо было. Но, однако, наказывая невинных людей за преступления, совершенные правителем, сыновья Якова зашли слишком далеко. Надо было дать дачу. Надо было взяться за меч. Совершенно верно. Но поубивать ни в чем не повинных жителей этого города. Вот. Это было неверно. Зашли здесь сыновья Якова слишком далеко. Когда же отец Яков в конце жизни подводит итог семьи, то он, безусловно, разделяет между их намерениями, между их мотивами и их действиями, средствами, которыми они решили это воплотить. Средства, которыми обратились Шимон и Леви, чтобы дать выход своей ярости, заставляют нас осуждать их. Но чувства, которыми они были охвачены, цель, которую они преследовали. Абсолютно оправданы. Более того, наполнявший их дух был необходим семье, которая развивалась в народ Якова. То есть не дух подчинения, а точнее не только дух подчинения. Мы видели, что предыдущее испытание Якова было как раз именно на том, чтобы преклонить свою голову перед старшим братом. Не сопротивляться ему, не идти на конфликт, уметь преклониться, подчиниться, уметь унизить себя для того, чтобы избежать кровопролития, для того, чтобы избежать конфликта и столкновения. И это необходимо. Но в определенных случаях необходимо и другое, а именно дух непримиримости. А он зачем нужен? Ведь ему предстояло вынести самые суровые удары судьбы, самое жестокое унижение. Но несмотря ни на что, этот народ с невероятной стойкостью духа и благородством сердца и ума должен упорно шагать по путям мировой истории в беспрецедентном вечном походе через века. Ведь еврейскому народу, потомкам Якова, еще века, 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 столетия придется жить в Галуте. в условиях постоянного унижения, в условиях постоянного давления, когда окружающая среда будет оказывать невероятное по силе давление, чтобы заставить их отказаться от Торы, от своего образа жизни, от своих идеалов, от всего того, что составляет свое еврейство. Если бы у нас был только дух подчинения и умения пригнуть голову, в конечном итоге нас бы растоптали. Необходим и дух сопротивления, необходим дух Шимона и Ливи, дух непримиримости, непримиримой ярости. Мы увидим впоследствии, что престарелый отец даже на смертном адре произносит проклятие неоправданному насилию своих сыновей, пишет Равиш, но в то же время возносит молитву и благословляет те мотивы и тот дух, которые породили этот поступок. Он поставит Шимона и Ливи в такое бессильное положение и так рассеет их в будущем Якова Израиля, что он никогда уже они не будут обладать физической материальной силой для совершения подобных необдуманных поступков. То есть, мы здесь немножко забегаем вперед, в конце, заканчивая свое благословение, говорит Яков своим сыновьям так, разделю их, то есть, о Шимоне и Ливи, разделю их в Якове и рассею их в Израиле, так, чтобы они не жили вместе, чтобы они не жили компактно. Действительно, эти колена Шимон и Ливи не получили наследие в одном месте, они рассеялись по всему Израилу. В чем здесь дело? Обратите внимание, есть два глагола, разделю и рассею. Когда хотят рассеять, рассеять, чтобы не собирались вместе, чтобы не было, как рассеивают врагов, а разделить. Если у меня есть один пирог, я хочу, чтобы всем досталось по кусочку, то я его разделяю, я не рассеиваю пироги, врагов рассеиваю, но не пироги. Значит, означает это вот что. Когда еврейский народ живет, как здесь сказано, в Израиле, то есть еврейский народ живет на своей земле, и он имеет силу, здесь очень опасно, если Шимон и Ливи будут жить компактно. Они со своим духом непримиримости, они со своим духом сопротивления ввяжут нас в конфликты, в которые мы очень не хотели бы оказаться ввязаны. Поэтому в еврейском народе Шимон и Ливи не живут вместе. Всевышний их распылил по благословению Якова, чтобы они не собирались в кушку больше двух или больше трех. Один был там, один был там, потому что если они соберутся вместе, не дай Бог. Но в Якове, то есть в то время, когда еврейский народ окажется в изгнании, лишенный сил, лишенный поддержки, всеми ненавиденными, всеми избиваемыми, всеми угнетаемыми, там, сказано, разделю их в Якове. То есть, чтобы у каждого еврея был хоть кусочек, хоть кусочек этой непримиримости, этого нежелания и умения не подчиниться для того, чтобы сопротивляться нееврейской среде, которая будет методично и день за днем втаптывать еврея в грязь, для того, чтобы мог еврей с гордостью смотреть в глаза любому своему угнетателю, для того, чтобы не подчинился попыткам отнять у него Тору, для этого всем евреям необходим дух Шимона и не случайно, Когда была ситуация очень тяжелая во времена греческого владычества, когда греки стали заставлять евреев отойти от Торы, кто возглавил? Почти все, тогда почти все подчинились, да, все склонили голову, что делать? Переждем, как-нибудь, пройдет время, царь сдохнет, еще что-нибудь, но нашлись люди, которые не подчинились. Кто они были? Куаним. Куаним матитья у его сыновья из колена Леви, тот самый непримиримый дух Леви, он и здесь проявился. Мы это увидим еще раз в истории в Египте, когда было постановление фараона, которое требовало топить всех еврейских мальчиков, и тогда многие евреи решили развестись своими женами, то есть, опять же, подчиниться, чтобы в конечном итоге нашелся человек, который сделал демонстративный шаг, демонстративно женился, и это снова был человек из колена Леви. Вот эти вот, таким образом, спор этот между Яковом и, с одной стороны, и Шимоном, и Леви, спор этот находит свое какое-то движение. С одной стороны, вопрос, который задают Шимон и Леви, что же будут обращаться с нашей сестру, как со шлюхой, он остается, он остается, и, безусловно, Яков понимает, никоим образом нельзя оставить без реакции подобное поведение, иначе мы пропали, иначе нас склюют. Да, надо прореагировать, но не так, как сделает Ишимон Леви. Они зашли слишком далеко, зашли слишком далеко в своих действиях и в средствах, которые они предприняли, но вместе с тем их дух опасный сам по себе. Он опасен, когда у нас есть сила. Если мы собрали все вместе, накупили танков и самолетов, не дай бог, что силы типа Шимона и Леви окажутся консолидированными вместе, они нас запутствуют в таких конфликтах, из которых мы не выберемся. Но когда нам нужно противостоять в изгнании, живя среди народов мира, противостоять их постоянному давлению, там дух Шимона и Леви нам необходим. Здесь мы, пожалуй, закончим и уже окончание главы Ваишлах оставим на следующий урок.